вот вот так вот да да логично вот ну и вот вопрос на что изображено на этой картинке я так понимаю тебя и ты же об этом вчера спрашивал попробую объяснить я требую объяснить я сейчас я размышлял да я попробую сейчас объяснить но сразу хочу сказать что я буду стараться говорить как можно более компактно и все равно это займет ну не знаю там минут пять так наверно точно займет но без этого никак главное говори про простым языком ну да на это дело в том что вещи-то простые и вот от этого становится и скучно и говорить и слушать про них мне кажется это вот основная сложность да когда занимаешься ревизией особенно начинаешь это делать вырабатываешь какой-то фундамент но вот я сейчас попробую объяснить дело в том что я считаю культурология вполне может и должна быть даже вот сейчас уже в новую пост информационную эпоху точной наукой я в принципе считаю что сам термин в монетарные науки он уже давно себя изжил а может быть никогда и не заживал да и буду все вот дальше дальше не буду останавливаться скажу так только что когда я это для себя понял я это понял не сразу признать подсознательно вот такой культовой ревизии вот этими вот вопросами в частности вот этой картинкой я занимаюсь уже лет восемь осознание вот того что это культурология там прям пам 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 зачем это вот это все нужно системный взгляд пришло где-то году начала приходить точнее году в шестнадцатом ну то есть лет пять назад вот собственно семнадцатого года это формулка но вот где-то где-то первые словесные формулировки я начал за год раньше вот и вот теперь на сегодняшний день я понимаю что чем я занимаюсь в этом смысле да что вот если мы признаем что культурология должна быть и может точной наукой то первое что нужно сделать до обзавестись инструментом системы описания договориться о правилах говоря еще более короче обзавестись собственной теории да вот которую можно было бы проверять подтверждать там и так далее на практике или на экспериментах или в расчетах или еще как то и вот собственно попытки попытки двигаться в эту сторону и привели меня например вот этой формуле формуле цивилизации как я двигался тут нужно немножечко все-таки еще рассказать то есть на мой взгляд я подхожу к этому вопросу следующим образом ну начинать нужно с определения культура культура это система взаимодействия вот такое простое простое культура система взаимодействия вот такое простое объяснение такое простое определение я предлагаю вместо этого вороха зачастую не стыкующихся между собой по смыслу абзацы которыми пестрят википедии словари и так далее вот вот просто на любом языке откроете термин культура я абсолютно уверен что в этом увидите вот вот нечто что можно только запомнить пересказать смысл его целиком но нельзя вот вместо этого культура система взаимодействия важно еще один из базового принципов до моего подхода важно еще постоянное понимание того что человек это существо разумное то есть мы при взаимодействиях не опускаемся до инстинктов при культурных взаимодействиях не доходим до состояния бей или беги бей или беги это война это уже за за границами любой культуры это это аварийное состояние вот поэтому я предлагаю искать что в каждый момент времени у нас есть инстинкты и разум который предлагает или наоборот отвергает вступить в контакт то есть у нас как в каждой точке принятия решения есть три варианта всегда они два как те же товарищи кацапы нас любят поуговаривать следующий момент нужно опять же на мой взгляд очевидно это я говорю об аксиоматичных на мой взгляд штуках если этот пакет требований принимается да тогда мне кажется у меня появляется возможность строить по теорию которые картинки которые я веду это мы все движемся в этом направлении я не слишком еще загрузил нет очень интересно я пытаюсь проникнуть глубже спасибо спасибо я тогда продолжу и для чего мы вступаем во взаимодействие любое в регулярное то есть два человека один человек это не культура два человека если между собой регулярно общаются что-то делают вот тут возникает система взаимодействия мы приходим в системы ценностей культуры сценариев протоколов поведения материальных объектов это есть система система ценностей до или система ценностей но мне больше нравится слегка языковой физики на это смотреть действия кинематика и всякое такое но неважно я как бы для себя под да 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 я понимаю я на самом деле понимаешь мне даже не важно прав ли я и и работает ли моя теория вернее там но имеет ли она смысл или я где-то вот давай давай так я дослушаю тебя до конца и мы тогда с тобой я просто хочу сказать что мне важно я же художник я не в чины мне важна сама попытка сама демонстрация того что я проверяю очень может ли культурология быть точной и пока я тебе больше скажу и мне давно на языке болтается такая реплика что как только культурология перестала или не начинала быть вот точной наукой она тут же мгновенно превратилась в такой инструмент пропаганды власть это вот смотри это то что если мы сейчас начнем я же действительно не один год про это думаю и я согласен тему ты предложил отличное но если мы сейчас заберемся на этого конька мы точно за пять минут до картинки не доедем напоминаю это всего лишь была реплика не не все хорошо все хорошо я это я сам даже сам скорее себя останавливаю потому что я уже набрал воздух чтобы высказаться по этому вопросу итак смотри для чего мы вступаем в обществе какой самый главный по большому счету вопрос на который интересует человека в любых социальных общественных культурных по большому счету взаимоотношения как как нему относится то есть ты меня уважаешь да и насколько ты уважаешь или 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 наоборот мне здесь дискомфортно там меня тут бьют или еще как-то можно можно словесных формулировках это описывать как угодно но я думаю что ты согласишься что речь идет о ценности или оценивание жизни участника социума то есть это главный главный культурный вопрос однозначно главный культурный вопрос любого человеческого сообщества и вот тут есть тоже одна вот такая базовая вещь которую я для себя изначально сформулировал и ну сформулировал я следующее что все культурные процессы во всех человеческих обществах протекают по одним законам разница лишь чисто хронологической динамики то есть но самое главное что все процессы в возле в любом человеческом обществе развиваются по одним и тем же законам ввиду нашей общей антропологии то есть мы все разумные у нас все две руки для ноги и вроде бы звучит логично и вроде бы вся история человеческая по крайней мере известная она демонстрирует именно это но есть одно исключение из правил о которых которого вот мы сейчас и движемся и так если рассматривать развитие человеческой культуры любого общества до с точки зрения того как общество договаривается о ценности человеческой жизни вот это можно ну так себе достаточно мне кажется просто представить виде некой формулы с коэффициентами о которых идет основной общественный разговор да кому как считать кому какая прибавка это это не всегда иерархические структуры как раз наоборот это чем чем более сложное общество чем больше у него членов да там тем более сложные иерархические штуки собираются но происхотекает момент в развитии любого общества когда а этой цене договорились об этом коэффициенте договорились этой ценности договорились и в обществе наступает наконец-то долгожданная стабильность это им так изнутри кажется что стабильность они собственно к этому и двигались и тянулись ну все теперь заживем но на самом деле общество лишается цели абсолютно главный вопрос решен главный вопрос решен и начинается медленная стагнация то есть настанавливаться да мне кажется мне кажется что самый такой простой и понятный пример это цивилизация почему-то путаю но неважно тут сам принцип важен майя или ацтеки человеческие жертвы своих сограждан приносили кто-то из них а что те что те а оба да ну вот смотрите получается мы вроде договорились что цена нашей государственной общественной культурной стабильности это 10 жизни в год вот просто если что пойдет плохо мы на этих да вот 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 общество добровольно получается казнить десятерых своих членов и живет себе дальше ему вроде как кажется что все хорошо но если не урожайный год-два года подряд если три года подряд возникает единственный вариант увеличить прайс то есть поскольку да никаких других других принципиальных инструментов все возможности нету на разговоре уже исчерпаны они все ушали их нет они на создание то есть дальше понятно и получается что ну вот пошло поехало за а в следующий год этот счетчик же только повышается инфляция происходит в буквальном смысле инфляции ценности человеческой жизни вот и как мне кажется всех все общество именно в истории мы видим такие современные истории и уже прошедшие истории и это было достаточно печально и грустно пока я вдруг не понял ну то есть получается что мы обречены если так на это смотреть и вроде бы соглашаешься да все процессы в любом обществе должны проистекать одинаково вот цены человеческой жизни да никак не объедешь на кривой казине не обскачешь то что по другому общество не строится но тут я вдруг с удивлением ну не тут а несколько лет назад в семнадцатом году получается а в друг и вдруг я на дала это было где-то вдруг именно тогда я обнаружил что есть одно общество с исключением которое не по таким законам живет и это это наша цивилизация то есть и мы живем в этом исключении и штука этого исключения в том что наша культурная система базируется не на рациональном расчете ценности человеческой жизни или по крайней мере не стремление к нему а нас он у нас заказа основывается на иррациональной концепции о бесценности человеческой жизни европейской культуре жизнь человека бесценна это не недостижимый идеал которому мы движемся и именно поэтому мы уже больше двух тысяч лет развиваемся культура как общество именно поэтому я именую вот специально отдельно не европейская культура от цивилизация потому что если вот соглашаться с моими правилами мы являемся принципиальным исключением причем в самой базе да вот самый первый договор нашей человеческой культуре основывается на иррациональном заявлении а дальше идет абсолютно такая развесистая конструкция каждый раз когда дохожу до этого места вот и себе вот вот все это заново опять об этом думают уже столько лет прошло и я не знаешь не могу успокоиться мне до сих пор нравится и сама дерзость плана я сейчас из гуманистических вот чисто как с инженерной точки зрения и дерзость плана и красота реализации ну то есть очень у нас все замечательно так вот мы наконец-то пришли к картинке так вот если согласиться с тем что европейской культуре человеческая жизнь бесценна и на этом строить систему то появляется возможность выделить три на мой взгляд ключевых аксиомы от которых потом можно двигаться дальше ну вот как в геометрии эвклида там до первой страницы параллельность прямых там ну вот три известных да да классика жанра да и вот значит на картинке изображены в моих формулах скажем так зафиксированы три аксиомы а ниже то что я называю вот форму и цивилизации то есть левый левая стопочка собрана сгуртована до кучи вот формула нашей культурной динамики если хотите но а вот об этих аксиомах и так далее мне кажется если интересно я бы поговорил следующий раз то есть о чем картинка я как мог тебе объяснил но если вы сейчас я еще начну озвучивать каждую строчку то мы еще засядем понятно а долго я тебя я хочу так сказать внести свои свою мелкую лепту